Приветствую вас, друзья! И сейчас я продолжаю помогать простым людям, простым хозяйкам, простым домохозяинам, миллионерам, миллиардерам. Они тоже простые люди. Нужно сейчас продать то, что у нас есть, то, что мы нажили нашими трудами, непосильными трудами. Вы все смотрели мои видео-выпуски. Нужно начать сейчас это продавать. Что именно продавать? Это не значит, что нужно сейчас от квартиры избавляться, от машины срочно избавляться. Нет, от этого избавляться не нужно, или от домов от ваших. Мы накапливали консервы, кто-то пакет из Макдональдса копил, кто-то сахар с мака, кто-то соль, пакет из Зары и иные другие пакеты из фастфудов. Сейчас, если это у вас есть что-то, можно очень хорошо продать все это дело. И сейчас уже люди это делают, потому что тот, кто слушал меня, тот уже сейчас зарабатывает хорошие деньги и уже сейчас может стать миллионером. В то время, пока большинство людей попадает в кризис, вы можете прямо сейчас стать миллионерами. Ну или даже очень хорошо поправить свое материальное состояние. Если у вас завод по производству соли какой-то законсервированный, поставьте вторую линию для сахара, чтобы там гнался сахар. Если у вас бумажное какое-то производство, сейчас бумага очень в цене, постарайтесь сделать аналоги, реплику очень качественную, фастфудную, например. Например, напишите, что это реплика и продавайте это подешевле. Реплика, она может быть очень качественной, на это можно заработать. Гамбургеры ваши, чизбургеры, бигмаки, коробочки от фастфудов. Все сейчас очень хорошо продается, очень хорошо берут ценители фастфудов. Тот, кто это очень хорошо понимает для истинных ценителей. На самом деле уход фастфудов из России, он не ознаменован чем-то очень трагическим или плохим. Потому что полезного в такой еде мало. Кока-колы, фанты. Не наше это все, потому что наши предки, они на печи лежали, они воду из колодца таскали. У них хороводы были, пляски. У них песни были, сейчас ни плясок, ни хороводов этого ничего нет. Воду из колодца никто не носит. Перешли на эти, на этикетки дорогие, в три дорогие ведро воды приносили. Раньше домой хватало, это минимум на целый день, это было бесплатно. Или на печи лежали, грелись, а сейчас какие-то, придумали какие-то обогреватели, все такое. То есть это все не наше, мы от этого абсолютно ничего не потеряем. Потому что еда в фастфуде, она не вся полезна. А есть там даже исключительные такие составляющие еды в некоторых, в этих, как они, в пряниках в этих. Там написано, что это мясо. На самом деле там мяса и нет вовсе. Там пользы меньше, чем вреда на самом деле. Поэтому для нас с вами данный этап, он является к переходу к другому. Например, к сыроедству. Что мы можем сейчас начать делать? Мы можем, как наши предки, начать сажать огороды, заниматься медитацией, сыроедством, лежать на печи, хороводы водить. И старайтесь еще, чтобы вы это продавать начали, ваши припасы, по очень хорошей цене. Что делать, спрашивают у меня люди, с золотом, с алмазами. С золотом, с алмазами тоже. Можете сейчас золото, алмазы часть продаете. На другую часть скопите себе капитал. Это можно с сахар, с соль сделать, с пакет, с консервов. Куда этот капитал сейчас нужно направить? Этот капитал нужно направить сейчас на то, чтобы на вас начали кто-то работать. Это могут быть люди, на вас могут начать работать. Этот капитал сотрудников сейчас штат набирайте, чтобы они на вас работали. На расширение, например, вашего мукомольного завода, производства вашего сахара. Чтобы вы из домашнего предпринимателя и самозанятого выросли до начальника цеха сначала. Потом до директора завода. Но там главное, чтобы вас потом уже никто не потедел. Либо, по мыслимой, менее масштабно, чем можно заниматься. Это может быть животновоз. Животные тоже на вас могут куры работать, на вас могут пчелы работать. В телеграм-канале об этом у меня написано. Люди у меня дискуссируют в телеграм-канале. Там есть и чат-болталка, как вы просили, где вы можете просто болтать. И также основной телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Там как пчелами заниматься написано, как раи ловить. Все это можно делать за бесплатно абсолютно. Ну, ловить раи практически за бесплатно. Это будет разве что вам какой-то улиц мастерить придется. И все. Сейчас время того, чтобы на вас что-то кто-то работал. Вот могут быть пчелы, люди могут быть, организации могут быть. Все что угодно. Боты могут какие-то там что-то, какие-то вы пишете, могут работать. Вообще у нас в телеге там много таких обсуждений. Люди делятся. Телеграм-канал бесплатный. Никаких денег я не собираюсь с вас брать. И деньги, которые вы сэкономите, вы лучше отнесите к кому вы там. Кого вы там смотрите. Они курсы продают. К вам курс называют, как лежать на диване. И к тебе в дверь красивая модельная женщина постучится и за вас будет платить деньги. По-моему, такие курсы вот они продают. Такие есть в мужских движениях. Там полно курсов. Разберетесь. Там кому надо, из них заплатите. И можете лежать на диванчике. Нифига ничего не делать. И вдруг к вам в дверь вот так судьба постучится. С деньгами, с чемоданами, с золотом, модельная внешность. Там все будет и силикон, будет и губы накачанные. И вам ничего не надо будет делать. Она только вокруг вас будет бегать и обслуживать вас. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Вступайте в телеграм, в паблик, в друзья, вконтакте. Везде добавляйте, потому что неизвестно, что будет с ютубом.